Друзья, всем доброе утро! Очередной наш прекрасный день в Турции. Мы заселились в новый отель в городе Каш. Сейчас я вам сниму, как он выглядит, покажу все изнутри. Отель новый, достаточно такой миленький, компактный, но он очень компактный. Здесь вот на первых этажах вот такая вот комната, ну, наверное, квадратов 15, максимум 16 квадратных метров. Но самое главное, что он очень чистый и очень новый. Я всегда стараюсь бронировать новые отели, которые вот только-только были, буквально только построены. Здесь есть телевизор, кондиционер, 4 подушки, как во всех новых отелях. Вот шкаф такой большой, туда, в принципе, все вещи ваши поместятся. Ну, и самый главный плюс – балкон. Но балкон, он выходит вот на соседние дома, вот так вот на улицу. То есть море там, и он, этот отель, как бы находится в глубине города. И у него ни одно окно, даже самый крутой номер не выходит на море, к сожалению. Я почему-то думал, что все отели здесь будут с видом на море. Ну, вот этот вот отель, он без вида на море. Вот так называется этот отель – Sea Town Hotel. Вот так, друзья, этот отель выглядит снаружи. Он находится в самом центре, вот там центральные все магазины, центральная часть каша. Здесь, в принципе, есть парковка, можно припарковать машину. Идти до моря нужно будет, во-первых, пешком. Во-вторых, вот до этих, до всех баров, ресторанов – это все находится далеко там. Ну, недалеко, наверное, где-то метров 500, может быть, километр нужно будет идти. Опять нас погода радует, солнышко светит. Что еще хотел вам, друзья, рассказать, что вчера мы попали под такой сильный дождь. Я был в одной вот такой кофточке в маечке летней. И полностью до нитки, можно сказать, промок. И я думал, что будет что-то горло першить, или, может быть, там еще что-то, какие-то осложнения пойдут. Ничего вообще подобного. Сел в машину, включили печку. И сразу это моментально, конечно же, все высохло. И, в общем, на следующий день не было вообще ни простуды, никаких вообще намеков даже на простуду. Проснулись. Обычно в Алмате я просыпаюсь, у меня, может быть, немного нос забит, или там, может быть, еще что-то. Просто я даже могу ничем не болеть, но вот как будто бы вот это все что-то как-то скапливается. А здесь у меня полностью организм дышит нормально, свободно. И, в общем, здесь все кайфуют. Даже собаки. Видите? Все животные, все кайфуют. Здесь на каждом шагу вот эти все здания. Это какие-то пансионы, какие-то отели. Все создано для туристов, чтобы туристы здесь кайфовали. Три минуты, в общем, и мы возле моря уже, возле вот этих всех улочек, которые находятся на берегу ресторанных улочек, всяких разных отельных улочек. Ну, здесь, в принципе, тоже нормально, но здесь, я думаю, отели будут, во-первых, старые, во-вторых, скорее всего, сложно будет припарковаться. Вот, а так нормально, вроде бы. Вот уже кафе находится прям, мирова, прям на берегу. Бесплатный Wi-Fi, пожалуйста. Водка, холодильники. И вот оно, сразу море. В принципе, не так-то уж и далеко. Вот животные, пожалуйста. Как всегда, в Турции везде кайфуют. О, даже кто-то покупаться пришел. Сибиряки. Мамин сибиряк. Есть вот такие вот места, скорее всего, это частные места. Они прямо находятся вот возле воды, и там такие спуски, можно зайти искупаться. Вот, друзья, смотрите, простой пример. Вот мы идем по улице, идем-идем, а здесь храм, датированный первым веком. Просто на улице храм. Вот, я даже не знаю, с чем его сравнить. Здесь, ну, наверное, как у нас, где-то вот идти, куда-то какая-то подворотня. А здесь вот храм первого века. И вот здесь курицы пасутся. Это курятник, короче, местный. Вот. Видите, это храм, реально храм, прям храм. Ну, руины храма, конечно же, но все равно. То есть, я что хочу сказать, что в Турции вот таких вот мест реально очень много. И они просто, ну, на каждом шагу. И вот представьте вот этому строению 2000 лет. Не 20, там, не 50, как нашим хрущевкам. А вот 2000 лет, и какие-то здесь только землетрясения не были, как здесь вода только это все не уничтожала. Все равно это ничего не сломалось никак до сих пор. Допустим, вот такие вот виллы. 2000 квадратных метров земля и 350 дом стоят почти миллион евро. И вот здесь 100 квадратных метров дом, земля полторы сотки, 300 тысяч фунтов стоят. Достаточно высокие цены, должно вам сказать. Вообще, в этой части Турции, в этом городочке, ну, в этой арене, ареи, здесь в основном долгосрочно все сдают квартиры в аренду, там, 20 тысяч лир, 15 тысяч лир. Я смотрел комнаты, квартиры сдают помесячно. То есть, люди сюда приезжают надолго, прям так основательно. Можно также арендовать вот эти лодки частные, покататься 2-3 часа. Они отвезут, где вот мы вчера были, куда угодно могут отвезти. Чем дальше мы едем на запад, тем более такая Турция становится похожа на европейскую, на Европу похожа, на Грецию больше похожа. И даже сами по себе турки, они более выглядят такими, как европейцы уже. Вот, видите, долгосрочная аренда квартир. Более развита здесь именно на долгий срок. Вот, друзья, отсюда можно отправиться за 30 евро всего лишь на греческие острова, посмотрите. И вот это вот осьминоги, видите, вот так вот сушат, это греки любят делать. Но другой вопрос, какой смысл куда-то ехать в Грецию? Или там плыть, или что делать, я не знаю. Если здесь и так была территория Византии, Греции, меню на русском, на английском, все на европейцев уже здесь рассчитано. Примерно за 100, за 200 лир можно спокойно поужинать. Завтрак чуть меньше стоит. В любом ресторане. Еще что самое интересное, что турки, как правило, приносят очень много еды, всяких разных закусок, комплиментов. То есть, если вы заказываете просто обычное какое-то блюдо, вам еще принесут кучу всяких угощений, подарочков. И вот цены. Видите на такси какие здесь? Вот, допустим, доехать до Бодрума 5,5 тысяч лир. Ну, к примеру, Патара. Патара и Ксантос, это здесь рядом совсем. Сколько там? 50 километров, да? На 700, на 500 лир у меня машина проезжает 700 километров. Если вы арендуете машину и зальете топливо, то вы сможете примерно в 10 раз больше проехать, чем у вас таксисты просят. Хоть у них цены и фиксированные, но они очень высокие. Потому что Бодрум отсюда, ну, наверное, километров 200, где-то 300 примерно. И 5,5 тысяч лир, ну, это очень много, это 200 долларов, даже больше. На 5,5 тысяч лир я могу проехать где-то 7 тысяч километров. Друзья, этот город примерно вот так вот выглядит. Такие вот улочки. В каждом доме, скорее всего, будет ресторан. И повсюду всякие разные исторические памятники. Древние, античные. Вот. Видите? Прямо, вот прям на перекрестке двух дорог. Могила короля Каша. Проходим мимо школы. И вот я обратил внимание, что ни у одного ребенка в руках нет телефона. И они все какие-то такие радостные, игривые. Ну, не то, что наши дети какие-то зачусканные, забитые. Все такие какие-то... С каким-то азартом таким бегут. Бегут, или они бегут куда-то на физкультуру, может быть, или еще куда-то в спортивной одежде. Не знаю, но они все какие-то такие улыбчивые. Все... Чувствуется энергетика прям такая у детей. Друзья, следующая наша достопримечательность в городе Каши. Это Аликийская каменная гробница. Прямо вот посреди дома. Здесь квартиры чьи-то. Вот мы идем вот так вот. А здесь по краям вот люди. Дома. Окна. И это... Ликийцы так делали. Хоронили их где-то в скалах. Повыше. Потому что они думали, что... Какие-то существа мифические с крыльями души... Уносят. И поэтому они повыше. Хоронили умерших. Она еще подсвечивается в придачу. Это все было сделано примерно 3000 лет назад. Вот так все выдолблено. И у них был еще алфавит. Напоминающий греческий алфавит. И вот здесь была гробница какого-то очень важного человека. Вот с таким вот видом. На море. На кашню. Все такое. Друзья, смотрите. Вот мы здесь, значит, гуляли. И вот прям посреди дороги вход. Апарт-отель. The Blue. Еще вот Mavi. Сьют-апарт-отель. Я так понимаю, это какое-то здание. Типа квартирного типа. Там уходят вниз. И вот наверх уходят. Тоже это все комнаты. Я не знаю, сколько стоит. Я думал, здесь есть рецепты. Думал, можно спросить. Ну, хотя бы выйду. На балкон хотя бы засниму. Вам. Вот, я думаю, то, что комнаты подо мной у них вот такой вот вид будет. Я думаю, в интернете можно посмотреть. Многие отели сейчас закрыты. Какая-то старая машина. Очень старая. Я даже не знаю, насколько она старая. Вот здесь как раз сразу ее ключи. Лежат на приборной панели. И она здесь стоит очень давно. Потому что там уже листья сухие засохли. И, в общем, никто к ней не прикасается. Никто с ней ничего не снимает. Никому она не мешает. Видите, под ней камни уже долго, много. И вот люди понимают, что это как бы чужая машина. Ну, и, по сути, ее трогать как бы нельзя. Видите, открыто окно. Даже ни штор, ничего нет. Ни занавесок. И в Европе вот так обычно любят. Они открывают. Во Франции где-то такие курортные города. И смотрят просто на прохожих. Прохожие смотрят на них. В общем, что я хочу сказать. Здесь город, он такой вверх-вниз, вверх-вниз постоянно. И я вот всегда обращаю внимание, что жители здесь, вообще жители Турции, они очень стройные все такие, подтянутые. И дети тоже полных людей. Вообще это исключение, скорее всего, какие-то, ну, может быть, которые страдают какими-то болезнями. А так, в основном, у них сбалансированное питание. Они очень много зелени едят, всяких разных сыров. Правильно питаются, поэтому у них лишнего веса нет. Сейчас мы еще загуглили. Оказывается, турецкий язык один из самых простых языков, поддающихся обучению. Мне нравится этот городочек. Ну, он такой спокойный, размеренный и очень похожий на Европу. А вот, друзья, пожалуйста, смотрите, туристы, ну, они иностранцы, там иностранный язык. И вот они здесь купаются на пляже в западной части города. Есть вот такой вот красивый пляж, милый. Я не знаю, насколько теплая или холодная вода, но они прям так уверенно там купаются. Ребенок тоже купается. Конец декабря уже. В западной части города Каш здесь вот такой есть античный театр Антифелос на 4 тысячи человек, 28 рядов. Прям вот находится вот так вот на берегу. Вход бесплатный оттуда. И, в принципе, любой желающий может зайти, пройти вот по таким вот лесенкам деревянным, очень удобным. Вид будет прям сразу вот такой здесь классно открываться. Здесь такая широкая улица, большая. Если вы путешествуете на автодоме, я думаю, вы где-то сможете заехать прям вот, либо где-то здесь остановиться рядом с оливковыми рощами, либо прям на улице, потому что я здесь вижу очень много автодомов на базе автобусов, на базе прям даже совсем больших машин с велосипедами приехали. И вот так вот здесь стоят. Никаких ограничений в этом плане здесь нет. Люди спокойненько паркуются и ночуют здесь. Прям на берегу Средиземного моря. О, казахстанский флаг. С Казахстана при Салматы приехали, алматинские номера. Блин, какие молодцы. Вот вам и Турция, пожалуйста. То есть вот автодома, вот их окна. И вот окна прям вот так вот выходят сразу на море. Чтобы вы понимали, здесь во всем городе, в Каши, вот в такой непосредственной близости рядом море, рядом с морем нет ни одного отеля. А на автодомах можно останавливаться. Что мы с вами видим? Значит, здесь я вижу у него уже фасад отреставрирован, конечно же. Но все равно он очень хорошо сохранился. И прям такое место, конечно, здесь интересно. на берегу это все раньше вот так вот строили хлеба и зрелищ. Вот сверху примерно вот так это все выглядело 2000 лет назад. Вот здесь есть такая вот дорога и лужайка. И при желании там нет никаких знаков. Я думаю, прям можно вот в эти рощи заехать оливковые и где-то здесь вот прям заночевать. Если хотите, можно подняться еще наверх туда, на вот эти холмы. Там, кстати, тоже были какие-то руины. И здесь еще в западной части есть такая вот вторая марина. Она прям вообще совсем крутая. Здесь такие вот яхты парусные крутые стоят. И там есть Мигрос тоже, магазин большой. Там прямо, если я не ошибаюсь, есть такая интересная достопримечательность. Переезд с одного вот так вот острова на другой. Это пляж здесь есть в этой марине. Пляж, бесплатные душевые, бесплатные раздевалки. Вот такие все в дереве. И многие люди, даже несмотря на то, что зима, приезжают, купаются здесь, загорают. Вода очень чистая. Во-первых, нет волн. Во-вторых, мелко. И не песок, не галька. Такие мелкие камушки. И очень чистая вода, прозрачная. Там проходит Д-400. А это вот именно вот этот полуостров. Здесь тоже есть отели, всякие разные рестораны, бары. Но тут более так спокойно все и масштабно. То есть все находится далеко друг от друга. Очень много зелени. Отели, 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 отели. Очень много. Около 20 отелей. Но площадь этого полуострова, она очень большая. Вот мы сейчас прямо проедем. Мы вот так вот против часовой стрелки объедем полностью весь этот полуостров. В Турции, везде, где вот какие-то такие красивые места, где можно вот так вот остановиться, обязательно будет лавочка стоять, обязательно будет кармашек, чтобы люди могли выйти вот так вот. И понаслаждаться здесь будет очень чисто обязательно. Ну, вот некультурные люди здесь набросали пакетов, но обычно в таких местах вот очень жирописно, классно. Видите, дорога вот эта вот Д-400, она прям по всей Турции вот так вот классно проходит. Вот таким вот классным, красивым серпантинчиком возле моря обычно. Скалы иногда попадаются. Там мы можем видеть прямо по курсу именно вот сам вот этот городочек Каш. Но мне здесь очень понравилось. Я вот такие вот города милые. Я их сразу вижу, сразу замечаю, их прям сразу видно. Какие здесь люди, какое здесь вообще, какая здесь атмосфера. В четвертом веке до нашей эры на месте нынешнего города Каш был основан порт Антифеллос. Он был частью античного города Феллос. Антифеллос означало «напротив феллоса». А Феллос это что? Это стоит выяснить. В древности город был одним из важных торговых центров в Античной Икеи. Вот, собственно, это Марина, которую я вам снимал. Ну, она такая спокойная, очень красивая. Я думаю, сюда заходят прям такие крутые, дорогие яхты. Марина достаточно крутая, такая чистенькая. Здесь очень много зелени, чистая вода, тоже прозрачная. И очень престижные яхты здесь стоят. Я очень много посетил всяких разных марин. И это прям такая вот обширная. И всякие разные здесь лодки крутые, чисто, убрано. Здесь есть большой мигрос. И в основном вот в таких вот магазинах продают всякие разные такие дела, которые могут пригодиться именно для тех людей, которые ходят в море. Здесь есть даже турецкие бани и спа, велнес. Я думаю, рестораны тоже есть. Вообще, сама по себе эта Марина, она является как достопримечательность идет. Вы сюда можете прийти, здесь спокойно погулять. И, в общем, насладиться видами красивыми, посмотреть на красивую водичку. Я думаю, несколько километров она в длину идет. Это Марина. Вы можете приехать сюда, даже если у вас нет лодки. Просто приехать на машине или прийти пешком. Она не так далеко находится от города Каш. И провести здесь время, вот в этих ресторанчиках. Этот городочек Каш, население всего лишь 10 тысяч человек. Здесь нет отелей, все включено. И вот по вот этому полуострову мы с вами круг сделали. Вот так вот против часовой стрелки. Вот эта вот Марина, где мы сейчас гуляли. И Д-400, она туда уходит. На запад. А здесь вот такая вот типа смотровой площадки. И турки, видите, какие молодцы. Они сделали скамейки, сделали карманы, чтобы люди на возвышенности могли вот здесь вот встречать вот рассветы. Закат он будет где-то там за горами, но все равно очень круто. Покинули город Каш, едем на запад. Вот такая вот у нас здесь Д-400, живописная возле моря проходит. И скалы здесь справа. Там у нас сейчас на пути где-то должен быть пляж вот тут прям. Дорога здесь серпантильная, поэтому средняя скорость где-то будет 50-60 км в час даже. Иногда может быть меньше, потому что слишком резкие повороты. И разогнаться тяжело. И опять же, вот мы сейчас едем с вами. То есть, чем дальше будем туда продвигаться, тем сильнее будет солнце светить нам в лицо. Лучше на запад всегда ехать утром по этому. А на госток, в принципе, в любое время можно ехать. Но я имею в виду вот по этой дороге Д-400. И вечером она особенно прекрасна, потому что если ехать в обратную сторону, она будет прям вообще так подсвечивать классно. Солнышко, закатом. И будет очень красиво. Вот мы проезжаем вот такой вот пляж. Это не пляж Капутаж, но он тоже достаточно красивый, милый. Писано, что периодически эти скалы вот так вот обваливаются. Они их, конечно, чем-то сеткой какой-то обвязали, подвязали. Но, конечно же, это все может раскрошиться, обвалиться. И в любой момент может прям большой камень упасть. На самом деле это достаточно опасная дорога. Часто пляж Капутаж используют для рекламных брошюр. Поэтому, если вы едете в Турцию и ожидаете увидеть такой пляж, возможно, вам придется сюда ехать. А в отеле будет совсем другой. А, типа они этот пляж снимают? Для рекламных только, да. Можно на картинке купиться на этот пляж. Будешь думать, что у тебя такой пляж будет в Турции. А на самом деле они его просто фотографируют. На самом деле. Нам до Фетхи еще ехать 90 километров. И получается, в 90 километров от Фетхи вот здесь есть вот такой... Вот это здесь есть Мавима гора. Какая-то достопримечательность еще. И я вот этот вот пляж, Капутаж, уже вижу. Вот сейчас он как раз будет за поворотом. Да, здесь прям так все красиво. И горы, и дорога, и пляж, и вообще все, все, что, наверное, можно было. А не все здесь в одно место капутаж. Капутаж, пляж, прям написано. Несмотря на то, что зима, так, здесь написано, что парковка запрещена. Но люди ставят машину вопреки. Вот здесь такое вот ущелье, такой каньон. Прям массивный. И, соответственно, здесь мостик такой есть. Вот. Я сейчас одним глазочком посмотрел. Он, конечно, очень крутой. Вот так как солнце нам сейчас светит с запада. Лучше вот здесь где-нибудь припаркуемся. Вот здесь. И пройдем отсюда туда. Найдем сейчас, поищем парковку. Везде стоят знаки запрещающие. Потому что здесь такое место. Такое место, такое место. Такое место, что скалы со всех сторон. И оттуда вода. И не знаю, наверное, только где-то может быть вот здесь. Можно припарковаться, попробовать. Вообще пойти это запрещено. Но я вот здесь краешку поставлю. Вот так вот. Никому не помешает. Ну вот, друзья, чтобы вы понимали. Здесь вот такая вот узенькая тропинка. Узенькая дорожка, грубо говоря. И повсюду стоят знаки. То есть везде здесь запрещено заезжать. Ну, здесь настолько красиво. Настолько вот эти вот краски классные. Зелень в перемешку с вот этими рыжими, рыжо-коричневыми скалами, синим морем голубым. И причем в зависимости от того, что насколько будет глубоко или мелко, или глубоко. В зависимости от этого будет меняться вода, цвет воды. И место, конечно же, очень уникальное, красивое. Вот там, где все машины стоят, там есть знак, что остановка и парковка запрещена. Но все равно многие люди бросают машины и идут просто купаться, загорать. А вот собственный пляж, посмотрите, какой он красивый. Он реально очень красивый. Вот насколько много я путешествовал, насколько много я всяких разных мест посетил. Я вам могу сказать с уверенностью, что это, наверное, один из самых красивых пляжей, которые я видел вот в контрасте с вот этим совсем с дорогой и вообще со всеми вот этими делами. На самом деле, раньше сюда нельзя было попасть с дороги, потому что не было ступенек. И была вот такая вот, получается, отвесная скала. И можно было только с моря сюда попасть, покупаться. А сейчас вот есть здесь ступеньки. Сколько там ступенек? 192 ступеньки здесь. И можно прийти, оставить свою машину. Правда, я не знаю, скорее всего, там было место для парковки. Но здесь очень мало места для парковки. И я так понимаю, что этот пляж никак местные власти или, ну, в общем, правительство никак его не пиарит. Потому что пляж действительно очень красивый. Даже несмотря на то, что сейчас зима, несмотря на то, что сейчас зима, здесь очень много людей. Ну, достаточно много. И он песчаный. То есть такой песочек. Прям красивый. И голубая, да? Голубая какая-то, бирюзовая, вообще непонятно синяя. Такой градиент, красивая вода. Собственно, здесь вот этот каньон, ущелье, два ущелья. Там есть кафе, ресторан. Можно арендовать шезлонги. А вообще вход бесплатный на этот пляж. Друзья, следующая наша остановка, это вот город Калкан. Тут тоже у них такие есть. Такие разные интересные пляжи. Выходы к морю, вот такие вот пирсики. Вот, собственно, и это сама по себе центральная часть этого города Калкан. Но он очень маленький. Честно говоря, здесь сейчас все вот так вот стоит на ремонте. На морозе все закрыто. Вода в бассейне грязная. И, ну, я даже не знаю, что здесь, честно говоря, делать зимой. Если вот в том городе, где мы сейчас были, каш, там хоть какие-то развлечения. То здесь прям видно, что все вот так вот остановлено. Все закрыто, заброшено. Грин бич. Я сейчас зашел тут в один отель. Он сказал мне 700 лир. Для Турции это достаточно круто. Номера старые. И плюс ко всему еще идет ремонт. Вот эти вот номера 700-800 лир примерно стоят. Тысяча. Застали мы во время как раз заката этот город. Ну, на первый взгляд, я не знаю. Может быть, он мне, конечно, еще не до конца раскрылся. На первый взгляд, тот город мне намного больше понравился. Прямо сразу причем больше понравился. Этот город тоже такой затерянный. Но как-то здесь все, наверное, неуютно или я даже не знаю. Как-то все здесь по-другому, короче. Спасибо. Можно я пойду тоже? Спасибо. Спасибо. Спасибо.